Несмотря на то, что энергетическая система нашего региона с каждым годом становится надежнее, но совсем избежать сбоев в работе электрических сетей невозможно. Для этого оперативно-ремонтные бригады компании «Караганды-Жарык» стараются устранять поломки оперативно и всеми возможными способами. Подобные ситуации у нас практически каждый день. Потому что благоустройство города идет, мы за это все. Но согласовывать, потому что наши сети остаются либо под брусчаткой, либо на тротуаре, либо вообще асфальтируют. Служба кабельных линий ТО «Караганды-Жарык» призвана обеспечивать бесперебойную работу объектов электросетей, как и сама задача компании. Главные задачи, которую выполняют работники службы, это организация выполнения различных мероприятий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов электросетей, а также ликвидация неполадок и аварий. Но для того, чтобы устранить неполадки, быстро и без ущерба существует одна проблема – ремонт автодорог, который ведется по всему городу. Ведь подрядчики не предупреждают заранее о проводимых работах и заливают новый асфальт, где и проложены электросети. Когда прокладывали кабель, дороги не было, была степь голая. Сейчас, в прошлый год, расширили дорогу, не согласовываясь с Караганда-Жарык. Расширили, проложили, асфальт уложили. И сейчас вот мы сталкиваемся с этой проблемой. Если бы заранее предупредили, допустим, там, за год, могли бы мы вынести этот кабель с этой территории. А так вот сейчас проблема. И тем более, чтобы раскопать здесь все, надо много, очень много согласований, чтобы новый асфальт скрыть. Тем более, он на гарантии, говорят. Сейчас бригада ТОО Караганда-Жарык ремонтирует один из главных электрокабелей, который питает электричеством район старого аэропорта. Причина обычная – перегруз кабеля. Компании пришлось разрыть недавно проложенный асфальт и устранить неполадки. И вместо двух часов работы на эту небольшую поломку было потрачено два дня. Далее подрядная организация компании «Караганды-Жарык» самостоятельно проложит отрезок поврежденной дороги. Сейчас уже завершается восстановление кабельной линии 10 кВт и монтаж соединительных муфт.